Добрый вечер, уважаемые гости. Мы находимся в студии с нашим уважаемым, почетным гостем и участником конференции. Крис представляет Великобританию с уникальными методиками, которые они используют для пациента ориентированности как врачей, так и для остальных медицинских работников. И самая главная, великолепная была презентация нашего коллеги о том, как выглядит современный пациент и как с ним работать в современной медицине с точки зрения английских коллег. Наверное, первый вопрос будет, как оценивает Крис нашу сессию. Может быть, что-то заинтересовало, что-то было новое. Но спасибо большое, что приехали, поэтому вам слово. Да, вы знаете, было действительно очень интересно. Большое спасибо вам за приглашение. Мне было очень интересно послушать об опыте различных специалистов, о том, как специалисты вовлекаются в работу с пациентами. Было очень интересно о важности управления данными, о том, что можно посмотреть на пациента с точки зрения имени потребителя. Нам нужно понимать, что важно для каждого пациента, ведь все пациенты разные. Это, само собой разумеется. Естественно, также было очень интересно то, что каждый сказал о том, что доктор должен улыбаться. Да, было очень много докладов. Они все, конечно, группировались в том, что пациент приходит с кредитом доверия к врачу. Врач должен улыбаться. Ваш груз ваших домашних проблем никого не волнует из пациентов, потому что пришли к вам посоветоваться по своим сложным вопросам. И то, что жена вас с вами поругала, с лекарства убежала, это ваши личные проблемы. На работе мы улыбаемся и слушаем пациентов. Слушаем, 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 для того, чтобы помочь каждому очень индивидуально. Интересно, Крис, а вот вы уже много посмотрели, увидели. Вы считаете, что мы похожи, Англия и Россия, по пациентам, по методикам, по направлениям, которым тут? Конечно же, есть похожие вещи, но что важно, это то, что каждый пациент – это отдельная личность. Все пациенты разные. К сожалению, мы недостаточно обучаем наших докторов именно коммуникативным навыкам. Поэтому очень важно слушать пациента, отвечать на потребности каждого пациента индивидуально. И этому необходимо учить в медицинских вузах. Я также считаю, что в том, что касается мотивации, врачи конкурируют друг с другом, доктора конкурируют друг с другом. Поэтому, возможно, система рейтинга в том, что касается удовлетворенности пациентов, нам здесь поможет. Но ведь и результат лечения, он тоже тесно связан с тем, насколько пациент остается довольным. Поэтому мы должны пытаться сделать все для того, чтобы мотивировать докторов. И в этом плане Великобритании и России похожи. Вы просто предосхитили. Следующий вопрос. Вот этому навыку, вот этому умению, ну не то чтобы стремлению получать высокие рейтинги, а этому можно научиться, с этим надо родиться. Как вот обстоят дела в Англии с этим? Мне кажется, этому действительно можно научиться. Этому можно научиться, можно использовать различные методики, давать обратную связь, делать такие ролевые игры для докторов. Это все входит в систему обучения. И мы обнаружили в Великобритании, что это действительно играет важную роль. Но это все упирается в культуру самой организации. Здесь важен не каждый врач по отдельности, не каждый доктор. Если он сам научился слушать, это не значит, что все будут слушать в организации. Поэтому очень важна культура организации, управление, администрация тоже должны показывать, что мы готовы слушать пациентов. Слушать и слышать, и отвечать на их запросы. Ведь бывает отдельный врач это делает, но если вся больница этого не делает, то это не будет работать. Я благодарен на каждом уровне, а лучше даже еще сверху, показывать примеры правильного, более человечного отношения к пациентам, к нашим страдальцам. Мы очень благодарны за возможность вас выслушать в этой студии. И спасибо, что приехали в Москву. Можно я еще выскажу одну мысль? Мне кажется, это очень важно. Самое главное, чтобы доктора не волновались о том, что пациенты заходят в интернет и сами пытаются найти какую-то симптоматику. Давайте расслабимся, давайте все-таки послушаем наших пациентов, посмотрим, что они сами думают о своем здоровье. Давайте говорить с ними мягко. Все верно, к сожалению, в России на осмотр терапевта 12-15 минут. И очень сложно быть улыбчивым и слушающим, и понимающим, когда тебе надо что-то еще вбить в компьютер и так далее, и так далее. Но мы стараемся, мы честно стараемся, и у нас видны улучшения. Спасибо большое, что вы так... Малтитаски. Малтитаски. Да, естественно. Спасибо огромное и благодарна, что вы посетили Москву и тут с нами сегодня. Продолжение следует...